Мы поговорим сейчас не о методиках разных, а об инструментарии, которые позволят вам в общем-то вашей модели проверять, использовать приложение Insights for Argus. В общем-то мы, возможно, вы про него уже слышали, он постоянно развивается и мы хотели бы тут некоторыми поделиться, во-первых, новыми возможностями, во-вторых, показать на некотором примере его работу. Но опять же не надо рассматривать наш пример как какой-то жесткий алгоритм. Это просто визуализация того, как Insights работает. Вы можете, соответственно, своими методики на нем опробовать, самостоятельно выполнять своего рода интерактивный анализ. Ну и зачем нам Insights необходим? Во-первых, это работа с табличными и данными о местоположениях в веб-интерфейсе в интерактивном виде. То есть то, что вы, например, возможно, делаете в настольных продуктах, запускаете геопроботку. Сейчас это можно вести через сервисы геопроботки, которые выполняются у вас на лету. И вы получаете результаты, а результаты вам дают ответы на вопросы. Ну здесь просто некоторый пример вопросов, которые наверняка вы могли себе в ходе своей работы задавать. И смысл в том, что мы отвечаем на них, но не только на этот список. Чтобы вы понимали, вопросы могут быть самые разные. Это только примеры. Откуда данные? Insights получает. Это серверный продукт, то есть он устанавливается поверх сервера. Соответственно, он интегрируется с данными из, например, баз данных. Это SQL сервер. В новой версии, облачная версия SQL поддерживается. Дальше Oracle, Teradata, SubHana. И с каждым новым релизом обычно они добавляют еще по одной какой-то базе данных поддержку. Допустим, изначально был только SQL сервер, сейчас уже и Oracle, и SubHana. Ну и, естественно, традиционные веб-сервисы, Argus сервера. Excel-овские таблички туда можно перетаскивать. В общем-то, самый разный спектр вот этих источников данных. Дальше мы, естественно, говорим, так как у нас геоанализ, в том числе говорим о работе с картой, то есть визуализация данных, дальше агрегация на лету. То есть на стороне сервера происходит агрегация. Если у вас даже там десятки, сотни тысяч объектов, они быстро визуализируются в агрегатах, например, на районы, на сетку какую-то. Да, все, что вы используете. И фильтрация, опять же. Надо выделить конкретный район, перетаскиваете соответствующие границы, те же точки обрезаются сразу по нему. Да, не как инструмент геопроводки запустили, у вас новый набор данных, здесь это на лету происходит. Дальше большое количество диаграмм, которые вместе с картой можете интерактивно использовать. Соответственно, в новой версии, вот я их выделил крупными скриншотами, появилась так называемая диаграмма интенсивности для сравнения в зависимости двух категорий. Потом диаграмма хрометража данных, это когда вы можете по месяцам, например, по сезонам и по категориям товаров визуально выделять наилучшие спады, наоборот, подъемы. И диаграмма хорды, соответственно, зависимость одной категории от других категорий. Например, вот в данных с Нильсоном была зависимость, допустим, районов города Москвы от потребления каких-либо товарных категорий. И там вот моя коллега на пленарке в нашей демонстрации показывала анализ этих данных и выделила некоторую зависимость, что в одном из районов премиальное потребление кофе наиболее высокое. Даже на этой диаграмме его видно там фиолетовым, нижняя хорда. Ящиковая диаграмма появилась и снизу это те диаграммы, которые уже существовали изначально. Ну и, соответственно, не буду долго рассказывать вам по слайдам. Мы сейчас покажем пример. Пример этот будет взят из данных американского ритейлера. Вот. Соответственно, если вам интересно этот инструмент самостоятельно пощупать, ну, во-первых, после моего доклада вы можете на стойку спросим меня о ГИС подойти и мы с вами там какие-то инструменты прям потрогаем, потому что он у меня запущен, работает здесь на компьютере и дальше мы можем, допустим, на каких-то тестовых ваших данных что-то показывать. То есть здесь мы оперируем с живым инструментом. Ну, а сейчас демонстрация на данных соседнего континента. Значит, что мы здесь видим? Это просто таблица в базе данных хранилища Сабханны. Это интернет-магазин по продаже женских аксессуаров. Здесь есть поля с координатами, с стоимостью товара, с категорией товаров. Это там солнцезащитные очки, шарфики, ювелирка. И есть некоторое поле с профилем человека. То есть к какой категории он относится. Семейная пара и так далее. И мы эти данные, естественно, подключаем в Insights и получим вот некоторую такую сводную таблицу и диаграммы, и карты. Как мы это собираем? То есть у нас все атрибуты из базы данных переходят в Insights. Например, для начала мы можем получить легкую такую оценку по категориям товаров. Смотрим, какие преобладают с точки зрения продаж. Выбираем наиболее удобный вид. И увидим, что солнцезащитные очки у нас на каком-то периоде времени в лидерах. Дальше, естественно, так как у нас геоанализ, естественно, подключаем местоположение. Добавляем следующую карточку с картой. Большое количество этих клиентов, которые заказывали. Соответственно, они вот здесь, эти точки визуализируются. И в нашем случае нам будет удобнее воспринимать это в виде карты плотности. Соответственно, там другой варианты смарт-мэппинга существует, умной картографии по цвету и размеру и так далее. В данном случае мы рисуем хитмэп. Соответственно, видим уже какие-то концентрации наших местоположений клиентов. И при клике на диаграммы у нас есть интерактивная связь с карточкой из карты. То есть, кликаясь на соответствующую категорию, подсвечиваются клиенты, которые покупали товары в этой категории. Дальше мы добавляем тоже в таком виде наглядном профиль пользователей. Так называемый 3-мэп. Сразу видим, какие у нас вообще тут пользователи преобладают по профилю. Ну, тут есть, допустим, это американская сегментация. Например, это семейные пары с хорошим доходом. Часто путешествующие. У них есть такое описание. Мы по этой диаграмме кликнули, на карте подсветилась, где их местоположение. Опять же, связь. Дальше нам интересно посмотреть, есть ли взаимосвязь между категориями товаров, которые заказывают, и вот профилем этих пользователей. Мы берем атрибут с разными профилями пользователями, атрибут с категориями товаров, которые заказывали. И как раз выбираем вариант диаграммы хорды. И, в общем-то, у нас слева категории товаров, очки, шарфики, ювелирные украшения. А справа вот эта стегментация по профилю наших клиентов. И, соответственно, мы здесь видим, есть какая-то зависимость или нет. Ну, допустим, тут сельское население, преобладающее на Среднем Западе. Как раз-таки вот эти семейные пары с хорошим доходом. И мы просто смотрим. Ну, здесь каких-то таких ключевых, как у нас там было с Нильсоном по кофе, здесь нет выделяющихся взаимосвязей. В данном случае они примерно одинаковы из разных категорий вот этих сегментов пользователей. Дальше, так как у нас есть временные данные, то есть клиенты заказывают за какой-то период времени, то, конечно, интересно посмотреть еще временную статистику по тем же категориям товаров. И так как у нас такое поле в базе данных есть, когда заказывали, мы, естественно, тоже будем использовать эти данные. То есть у нас есть вот сейчас это поле подсвечено. Мы можем тут выбрать причем разные периоды месяцы, дни, недели. И у нас получилась такая диаграммка, точнее график, где цветом соответствующая категория товарная и, соответственно, где у нас спады были продажи, где подъемы. И дальше мы будем, в общем-то, эту информацию, ну опять же тут показано, что мы интерактивно это делаем, на графике кликаем, да, соответствуем, показаны все остальные пересчитываются карточки. И мы здесь будем смотреть на то, влияла ли какая-то компания, акция, промо-акция на продажи. То есть, опять же, товары продавались по каким-то промо-акциям, это в таблице записано. Мы сейчас возьмем информацию по промо-акциям, там ID промо-акции, название не указали, в чем смысл был промо-акции. Мы их уже представляем просто таблицей и выберем просто те промо-акции, которые по количеству заказов в топе. Соответственно, фильтр. Фильтр здесь все двух типов. И как их интерактивно можно настраивать, в чем видно диаграмму распределения, так и можно вручную задавать конкретные числа. Вот мы начнем с 300 заказов на промо-акцию. Соответственно, у нас получился топ 9 промо-акций, которые больше всего продавали, соответственно, отсортируемых. И при клике на соответствующую максимальную продаваемую промо-акцию, видим подсвеченные на карте районы и категорию товаров. Ну, кстати, солнечно-защитные очки как раз в нее попали. Вот. Ну и там диаграмма хорда обновилась. Соответственно, остальные карточки, они также обновляются. Вот. Это, в общем-то, небольшой пример того, как это работает. И у вас это могут быть свои собственные выкладки. И в том числе, инсайдс позиционируется как так называемый разведочный анализ данных, когда у вас есть какие-то свои гипотезы, вы хотите их проверить. Вот вы тут накидываете ваши модели, проверяете, есть ли какая-то взаимосвязь, например, между ними. А дальше эта модель выстраивается в некоторую цепочку. Вы ее можете на портале сохранить и поделиться со своими коллегами или постоянно обновлять данные здесь. То есть новые данные пришли, сюда их добавили, эти карточки автоматически уже обновились. То есть не надо их заново перестраивать. Вот. И концепция. Да, у нас есть рабочий проект в инсайдс. Дальше есть карточки, на которых это представлены либо карты, диаграммы или таблицы. Они между собой взаимосвязаны. Результаты сводятся в некую модель взаимосвязанную в таком же схематичном виде. И мы с этими представлениями работаем. Значит, что необходимо для работы инсайдс? Так как это серверная инфраструктура, на серверной инфраструктуре основана это Argus Enterprise, необходим с версии 10.5. Естественно, портал, сервер, дата-стор должны быть между собой связаны, потому что инсайдс оперирует данными в дата-сторе, чтобы рассчитывать на лету и быстро визуализировать. И, в общем-то, на инсайдс покупаются дополнительные лицензии именно для аналитиков. На просмотр, то есть, когда аналитик уже рассчитал и вот эти интерактивные карточки составил, просматривать их уже могут обычные пользователи нашего Argus сервера. Собственно, сейчас это основано на Argus сервере. В будущем обещают поддержку и через Argus Online. Вот так. Спасибо за внимание. Если вопросы есть, готов ответить. И показать какие-то отдельные инструменты, как работают там уже на стойке с персимени Агис.